Муж и женой разные политические взгляды, и в семье начинаются такие скандалы, что чуть не до развода. Муж, жена, брат, сват, друг, начальник. Это может ощущаться как несправедливость социальных институтов или судьбы в целом. В общем, поговорим сегодня о чувстве оскорбления. То есть не просто я послушала, что у другого мнение отличается, а я оскорбилась, я негодую. Почему это происходит? Вместе с чувством оскорбления могут возникать ощущения, что меня эксплуатируют, обманывают, подставляют, подавляют, раздвигают преграды на пути к моему благополучию, унижают, третируют, игнорируют, безвозвратно губят и так далее. Чем интенсивнее и чаще у человека возникают такие переживания, тем в большей мере человек пойман в ловушку нерешенных внутренних конфликтов. Я бы назвала это невротической гордостью, когда человек настолько уязвим, что мнение другого человека, отличающееся от его мнения, он воспринимает как трагедию. Что это за внутренний конфликт, порождающий вот такую невротическую гордость? Их два основных. Первый, когда человек постоянно обвиняет себя, не осознавая величину и интенсивность вот этих самообвинений. И тогда иное мнение он воспринимает как обвинение, и вот это самообвинение усиливается. Второе, человек ненасытен в своей потребности в признании. Все, что не приводит к согласию и восхищению им, воспринимается как оскорбление. Поэтому вот этот феномен, чувство оскорбления от иной политической позиции, я бы воспринимала как часть системы, в которой избран определенный способ проживания своей жизни. Вот если мы так смотрим на ситуацию, вот тогда мы можем осознать, что этот способ, выбранный способ реагировать, является лишь защитой от столкновения с самим собой и со своими проблемами.